Дизайнеры, которые пережили миллионы правок, играли со шрифтами и выигрывали, смогли бы убедить даже самого несговорчивого клиента, отвечая на актуальные и интересные вопросы. Какие проекты вы бы никогда не взяли в работу? Я бы не взял все нелегальные проекты. К примеру, сайт, где люди могут потерять деньги и ничего не получить взамен, я бы такие проекты, скорее всего, не взял. Не за какие деньги, ни за что и никогда. Это, конечно же, что-то незаконное и что-то, что хотя бы косвенно, хотя бы одним-одним-одним касанием связано с каким-то обманом людей. В курсах инфобизнеса, чья методология ничем не подкреплена, либо я понимаю, что заказчик на своем сайте хочет как-то приукрасить свою компанию, бизнес, свой проект, тем самым введя в заблуждение посетителей сайта, я все-таки чувствую свою ответственность перед ними. Я очень много раз видела как дизайнером, по тем или иным причинам приходилось, так сказать, приступать через свои принципы и, соответственно, работать с теми проектами, с которыми, как они раньше говорили, они бы никогда точно не стали бы сотрудничать. У меня еще в эту категорию попадали всякие астрологи, тарологи. Изменилось отношение, я просто к этому немножечко лояльнее стала относиться, в плане того, что как будто бы эти люди никому не вредят. Если ко мне придет какой-нибудь астролог-таролог, я ему с удовольствием сделаю сайтец, но вот остальные категории, о которых я сказала, нет, нет, нет и еще раз нет ни в коем случае. В первую очередь рассматриваю проект как работу, совместную работу с клиентом. Уже на этапе первой коммуникации с вами начинают лонгировать процессы. Например, отвечает не на весь пол ваших вопросов, а при заполнении брифа просто оставляет пустые поля, не пытаясь разобраться в ваших вопросах и не пытаясь попросить помощи, если он чего-то не понимает. Человек, который не уважает личные границы, не видит вообще в целом ценности в дизайне, не умеет нормально коммуницировать, очень часто пропадает. Также у меня бывали случаи, когда заказчик не приходил на заранее оговоренный Zoom call. И в этот момент я всегда понимала, что дружба с таким проектом, к сожалению, не получится. И в конечном итоге будут потрачены мои нервы, время заказчика и мое время в том числе. Поэтому сейчас уже с приобретением этого опыта я стараюсь не брать проекты, где заказчик не может вести адекватную коммуникацию. Ставьте лайк, если видео было полезно, и оставляйте свои вопросы для дизайнеров в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok